А мы продолжаем тему про огнестрельное оружие в Черкесии и в этом разделе поговорим о специальном обмундировании, которое было необходимо для обслуживания огнестрельного оружия, в частности, например, газырин. Да, то есть различные, как пользоваться языком 18-19 века, огнестрельные припасы. Ну и амуниция, конечно, и все остальное. Итак, ну мы уже достаточно много поговорили о типах, о конструкции оружия, но, естественно, что без каких-то вот как бы элементов снаряжения это оружие не стреляет и не используется. Поэтому огнестрельным оружием вообще, ну и к ружьям, к витокам, в частности, конечно же, полагалось какое-то специальное снаряжение, которое включало в себя, вот если сейчас просто перечислить, а потом развернем, это, конечно же, вот если, ну берем ружье, ружейный чехол, то есть, как правило, без него не использовали. Дальше, подсошки знаменитые, или присошки, как их еще называли. Потом приспособление для ношения пороха и пуль, вот, а также инструмент для ухода за оружием, то есть, вот, примерно такая классификация. Соответственно, теперь подробнее об этом. Итак, черкесские ружья и винтовки носились в специальных чехлах, которых изготавливали из войлока, козьих или борсущих шкур. Причем последние, то есть борсущие шкуры, они были наиболее ценными, так как обладали более высокой влагостойкостью. Иногда эти чехлы изготавливали из кусков старых бурок, поэтому их иногда называли бурочными чехлами. Вот. Ну а чехол, как и ружье, имел ремень. Это, кстати, тоже как-то обычно забывает, что, ну да, как это вот ружьем пользоваться без ремня, очень сложно и неудобно. То есть, ремень, конечно, был и у ружья, и у чехла тоже. Вот. Ружье в чехле носилось за спиной и обычно применялось в комплекте с подсошками или присошками, как я назвал, но это русское слово. Да. Что такое черкесские подсошки? Ну, обычно это два тонких деревянных прута, которые имели вид циркуля. Вот. Причем, значит, ну, как бы иглами или как бы концами они втыкались в землю, да, а сверху клалось ружье. Причем, сверху тоже была развилка, то есть, это были два прута, которые были между собой связаны, например, кожаным ремешком. То есть, они не были в жесткой связи. Их можно было развязать, это две палочки. Опять связали, они опять представляют собой какую-то циркуль. Почему? Потому что, если палочки между собой связаны, ну, имеют какой-то ход, наверху тоже есть небольшая развилочка. То есть, вот тут большой, большая развилка, а сверху маленькая. То есть, ремешок кожаный связывает, да. Вот в эту развилку спокойно кладется ствол ружья. Разговоры о том, почему на некоторых рукоятках черкесских шашек развилка есть, рог. Ну, кто-то объясняет тем, что вот шашку втыкают и на нее кладут ствол. Ну, кто пробовал, говорят, что если шашку воткнуть и сесть на колено, уровень неудобный. То есть, не та высота, чтобы это, ну, хорошо и удачно располагалось. Вот. Поэтому все-таки подсошки при сошке. Почему их мы упомянули вместе с чехлом? Потому что где их перевозили? К чехлу привязанные были ремешком. То есть, чехол, к нему прикреплены две подсошки, ну, два этих деревянных прутка при сошке. То есть, вот это неразрывные связи. Вот. И еще, кстати, интересный момент. Вот если смотришь какие-то, ну, иллюстрации, рисунки некоторые редкие. Особенно 18 только. Видишь, что стоит, например, адык с палкой большой и с ружьем. Присматриваешься, палки развилины. Ну, это как когда-то в 18 веке или в 17 европейских мушкетов тоже были подставки. То есть, в 18 веке ружья были все-таки потяжелее и требовали вот какой-то основы. Тем более, что тут удивляться. Вот смотришь, опять же, рисунки, ну, там, правда, ингуши были изображены в 18 веке, но они стали такими суковатыми, короткими пиками. И ключевое слово «суковатые». Потому что эту пику можно использовать для боя, короткую, пешего, пехотного. А иногда втыкаешь и на эти сучки кладешь ружье. Тем более, что черноморские казаки такими пицохами, подсошек, пицоха, да, пользовались и в 30-е годы. То есть, стандартное вооружение пешего, черноморского казака, ружье и короткое суковатое копье пицоха. Вот они ими пользовались как упором. Я так понимаю, какую мысль для себя сделал, что вот подсошки легкие на наборочном чехле, это больше кавалерия. А иногда у некоторых черкесских пеших стрелков, видимо, были и более серьезные палки с развилинами, потому что на рисунках они есть, которыми они пользовались для более прочного и надежного закрепления своего ствола. Тем более, что, как мы сказали, бинтовки были длиннющие. На весу держать, ну, практически невозможно, она будет гулять все время. Ну, не та пропорция, чтобы спокойно ее задержать, ну, на весу и выстрелить точно из нее. То есть, какая-то опора нужна точно. Ну, к огнестрельному оружию полагалось, как мы уже сказали, специальное снаряжение. Чаще всего упоминают нагрудные газыри, а также мы расскажем про пороховницу и натруску. Да еще и покажем, благодаря перебивкам. Вот. Ну, газыри от слова газыр, газыр, готовый, готовый заряд, патрон, грубо говоря, прообраз унитарного единого патрона. Это, я это называю так, это заряды для первых выстрелов. То есть, для того, чтобы начать бой. То есть, чтобы уже были готовы, отмеренные заряды пороха и пуля подготовленная. Количество газырей варьировалось. Если конец 18 века, смотрим начало 19 на изображениях, то это 6-8 газырей на одну сторону груди. К середине 19 века количество их, конечно же, стало увеличиваться вплоть до, ну, до 20. И если раньше, например, в начале века они располагались вот так, потом их перекосило. То есть, чтобы как-то располагать, получилось так, что верхний газырь чуть ли не вот сюда подъехал, а нижний газырь уже чуть ли не по подмышку уже зашел. То есть, 20 вот так вот на косую сторону, 20 газырей сюда, 20 газырей сюда располагалось. То есть, ну, это в зависимости от периода. И еще самое главное, не думайте, что современные декоративные газыри это то же самое. Во-первых, тогдашний газырь это эдакая толстая трубка, ну, сантиметра 2 в диаметре, это 20 миллиметров. Это не тоненький современный газырик, да? То есть, толстая трубка, ну, деревянная или костяная. Значит, что у нас там? У нас там насыпан заряд пороха. Потом мы говорили о пулях в сальных тряпочках. Вот так вот, верх газыря был заткнут пулей, обернутую в сальную тряпочку. То есть, если вот стоит горец, у него здесь вот такие вот торчат пучки материи из газырей. Естественно, удобно. Он его достал, зубами взял, в зубах держит эту тряпочку пулю, высыпает порох, потом эту пулю сразу туда заряжает. Удобно. Поэтому, конечно, газырь и обеспечивал повышенную скорострельность. Вот. То есть, вот это настоящий газырь. Толстая трубка, из которой торчит кусок тряпочки. Ну, пуля завернутая в тряпочку, но, знаете, конфетки у нас есть, такие круглые конфеты современные, там вот такой хвостик наверху. Вот это вот нормальный настоящий газырь, а не современная декоративная штука с серебряной вот этой крышечкой сверху. Вот. Кстати, это тоже важно. Иногда тоже на рисунках видно использовалось еще дополнительный плечевой патронтаж. Ну, то есть, тоже патронов на 20 вот такая вот штука, через плечо перевязь, то есть, она, ну, так вот, могла засовываться, пересовываться по корпусу, когда не надо на спину, когда нужно сюда. То есть, вывод. В середине XIX века, вот в разгар Кавказского войны, значит, стрелял он за готовыми зарядами долга. 20 тут, 20 тут, 20, ну, на патронташе плечевом. То есть, ну, вполне нормальный носимый боевой комплект, но это не все. Потому что часто вот это хорошо заметно на некоторых рисунках, когда смотрим на драных, рваных, в таких вот циях, черкесках, ну, явно с какими-то, как будто его собаки рвали, стоит этот горец-жигит. Почему? Потому что рано или поздно в затянувшемся боевом столкновении газыри, патроны, заряды заканчивались отмеренные. Что оставалось? У него был носимый запас еще пуль и пороха, но не подготовленный. Но самое главное, ему нужны были для пыжей куски материи. Поэтому он начинал там зубами или как-то рвать, носили полы черкесские, точнее, рукава и полы, да, и из этого уже конструировать заряды и заряжать оружие. Поэтому это, кстати, важный факт, что вот если, почему часто при непрежительных отношениях к внешнему виду, то есть рваные, драные полы и рукава черкесские, джигит, воин, стрелок, он был в бою. То есть это свидетельство его лихости и молодечества. Итак, то есть, грубо говоря, рваные полы и рукава черкесские шли на пыжи, то есть на вот эти матерчатые тряпочки, в которые пулю заворачивали и заталкивали потом в ствол. Где носились дополнительные порох и пули, это поясная сумка. В этой поясной сумке находилась пороховница, то есть такой большой рог с основным запасом пороха, натруска, маленькая пороховница, ну, пули, запасные кремнии и все остальные причиндалы в этой поясной сумке. Вот. Что такое пороховница? Ну, я сказал, это такой по форме большой рог, в котором хранился основной запас пороха. Натруска, маленькая пороховница, там хранился высококачественный затравочный порох. Что это значит? Вот в газыре это в ствол порох. А когда саму винтовку брали на руку и взводили курок туда, вот туда из натруски, из маленькой пороховницы подсыпали порох, который хорошо, хороший, качественный, чтобы вспышка мощность была хорошая. Да, на полку подсыпали затравочный порох из вот этой вот маленькой пороховницы, натруски. Ну, на полку ружья или пистолета. То есть, это все изготавливалось из кости, из рога, ну или из дерева, в форме рожка или круга, как правило, и пороховницы, и натруска. Вот. Ну, иногда натруски висели на шнурке на ремне, чтобы удобно, тут быстро взял, оббросил и обратно висит. Ну, еще, конечно, на поясе, вот на этом узком наборном поясе висело много причиндалов, там и оселок для заточки оружия, вот, и еще что-то. Но из огнестрельных припасов, запасов, там висели отвертка и жирница. Жирница это маленькая коробочка красиво оформленная, ну, например, с гусиным жиром, чтобы оружие смазывать и поддерживать в порядке. Ну, и мало кто знает, что вот в эти огнестрельные, как бы, припасы, снаряжение часто входило на большом пальце правой руки кольцо. Носили черкесские воины, адыги. Кольцо не обязательно из драгоценного камня, наоборот, железное, бронзовое, потому что серебро или золото, мягкий металл, ну, деформируется. А здесь как раз нужно было прочное кольцо, еще раз повторяю, кольцо на большом пальце правой руки. Для чего? Читаем. Не всегда интересовало, почему он носит кольцо на большом пальце. Но я по обыкновению не спрашивал его, а узнал через много времени, увидав стариков-горцев, носивших также кольца. Это старинная черкесская мода. У кремниевых ружей были такие маленькие тугие курки, что их без кольца зацеплен рычаг. Трудно было взвести. Да, писал это все журналист Гелеровский. То есть получается, что да, действительно, понятия предохранителя специального нету на оружии, а чтобы, не дай бог, случайного выстрела не было, значит тугой будет взвод. Ну, я пытался тоже, работая в музее, взводить эти курки. Ну, тяжело, да, можно пальцы себе ободрать, больно. Поэтому здесь кольцо выступает, как зацепка к рычагу. Все, взвел. Тем более, что о таких курковых кольцах сообщают и другие источники. Так, в написанном, например, Бестужево-Марлинским повести Муланур, он пишет. «Железное кольцо правой руки моей невольно упало на курок пистолета». То есть первая реакция – взвести. В авторском примечании он поясняет. «По дагестанской привычке я ношу на большом пальце железное кольцо для удобнейшего взвода тугих курков азиатского оружия». Да. То есть, или вот Костенецкий, тоже такой автор, вспоминает, что Бестужев действительно носил такое кольцо, по обычаю черкесов, которые всегда носят на этом пальце железное кольцо, служащее пособием для взвода курков. И, кстати, раз упомянули, вот вообще, вот внешность настоящего мужчины черкесского воина. То есть она специфична. То есть мы сказали, что он как будто на собачьей свадьбе побывал. То есть у него драные детали верхней одежды. У него вот тут вот кольцо, да. Вот. Ну, еще, конечно, можно вспомнить, что обязательно красный обережный шнурок шерстяной завязанный на руке. Да. То есть вот так вот. Или еще, продолжая эту тему, на груди у него что? Треугольный кожаный мешочек с каким-то там оберегом. То есть и там может быть зашитая молитва из Корана, может родная земля. То есть владелец сам не знает, что там внутри. Ну, вот как там русский солдат, что там, нательный крест, да, вот так описываем черкеса. Значит, кольцо, шнурок красный шерстяной, обережный кожаный амулетик на груди, да. Вот. Ну, если продолжать тему, это бритая голова. Вот. Ну, правда, это если мусульманин. Да. Вот. То есть это исламская традиция, брить голову, да. Вот. За что, кстати, вот эта вот кличка гололобые. Вот. Ну, и борода густая. А вот если он не совсем мусульманин, мы говорили, что многие черкесы были такие полуязычники, полумусульмане, то у него на голове будет чуб. То есть хохол. Ну, правда, не совсем один в один, как хохол там, например, запорожских казаков. Если посмотреть на изображение, то это больше какая-то затылочная косичка, похожая в чем-то на хохол, да, казацкий. Казацкий, да. Но, тем не менее, такие косички носили только черкесы, язычники. Мусульманин он полностью брил голову. Вот. И, кстати, как описывали некоторых знаменитых горцев той эпохи. Вот князь Джамбулат Болотоков. Описание 1830 года. Его описывает российский офицер Новицкий. Джамбулат небольшого роста, широкогрудый, со селёцым за ухом, что является отличительнейшим признаком почётнейших гостей Адиге. Ну, знати черкесской, да. Ну, эта традиция ушла с усилением ислама. Ведь правоверному, как мы сказали, нужно полностью брить голову без каких-то там оставлений растительности. Ну, и усы, и бороду погуще растить. Хотя, напоминаю, что вот смотришь на картинки 18 века кабардинцев, они усатые, но безбородые. Да. Ну, и хохлы у них эти есть. Вот. Ну, а если уж, как говорится, ещё увлекаться, то не будем забывать, ещё и многие описывают парши, так называемые. Когда вот один российский офицер описывает, что петербургские вот эти фазаны, российские офицеры, которые приезжали с орденами и наградами на Кавказ, они старались, ну, челюстю уж сильно подражать черкесам. Вот они, например, носили обтрёпанные рукава и подолы черкесок. Но они их часто специально обтёпывали, ну, рвали или кромсали там топором на пеньке, чтобы вот побыстрее быть совсем как черкес. Вот. Или, ну, так было шиком показаться в Санкт-Петербурге в гостинах, по их мнению. Или наиболее ретивые снимали с убитых черкесов больных паршами их папахи и носили, чтобы и себе привить парши и ещё больше походить на черкеса. Что это значит? Но если мы будем брить голову без мыла, без горячей воды, бритвой, рано или поздно мы заработаем жуткое раздражение кожи. Она у нас воспалится, будет шелушиться, ну, будет, конечно, вид не очень презентабельный. Я, кстати, в своё время несколько раз себе голову на лосо брил, могу сказать, да, вот эта вот проблема с сухостью присутствует. То есть ходишь, часто вот, говорится, перхоти нет, а она есть. Волос нет, а перхоти есть, да. То есть, ну ладно, это мы уже увлеклись особенностями внешнего вида. Ну и напоследок этого раздела можем рассказать, например, о оружейных контузиях. То есть многие удивляются, когда в документах считаешь, получил контузию. Где, как, почему? Потому что вот для современного нашего, ну, жителя, там, 20-го века, 21-го, контузия, это значит, близко разорвался снаряд или бомба. И тебя взрывной волной по ушам, или взрывной волной тебе там, ну, травму какую-то нанесло. У тебя расстройство слуха, зрения, нервов из-за этого, заиканий или там еще что-нибудь. А в 19-м веке что такое контузия? Это другое. Это тяжелая ударная рана, нанесенная плохо прибитыми в стволах пулями. То есть когда она не до конца была прибита шомполом, она полетела, но у нее убойная сила не такая. То есть она ударила, но не убила. Соответственно, как бронежилети сейчас получают гематому жуткую, даже часто перелом ребер от пули, но живой. То есть вот тогдашние оружейные контузии, это, в принципе, то же самое. То есть когда вот описывается один казачий случай, когда казак получил эту контузию, вот до глубокой старости он хромал на контуженную ногу. Ну, видимо, пуля на излете попала в нерв. Ну, нерв задела, перебила и он получил хромоту. То есть вот такая тоже интересная оружейная специфика 19-го века. То есть что такое контузия тогда и что сейчас. Очень интересно. Спасибо.